В БУК очень есть интересная статистика. По статистике, люди, которые покупают книги, меньше 10% людей прочитывают больше, чем первая глава. Это я когда-то, я написал 14, даже больше уже, наверное, 16 книг. И в своё время, когда я писал книги с 2007 по 2014, я думал вообще стать только писателем. Думал, буду только книжки писать. Но потом начал проводить тренинги. И книжки были, есть, я продолжаю писать, но это не надо писать книжки. И вот, значит, я помню эту статистику. Издательства знают это, книжные магазины знают это, что люди покупают книги, но не читают. То есть, прочитывают меньше 10% людей, проходят дальше первой главы. В купленных книгах. А мы уже заканчиваем, заканчиваем книгу. Видите, я очень люблю начинать, заканчивать. Почему? Потому что мы не читаем книги, мы изучаем книги. Я даже хочу вот слово читать оставить на художество. Значит, говорит нам Раф Шалом Аруш следующую вещь. Говорит он нам следующую вещь. Он продолжает сейчас, смотрите, надо всегда видеть общую картину. Потому что каждая деталь информационная в отрыве от общей картины, она теряет смысл. Значит, его, как разворачивалась книга? Он говорит, смотрите, первое. Самая большая проблема еврейского народа с самого начала, это было нытье. Ныть не, то есть, это такое злое начало. То есть, название Иудим благодарит Всевышнего. Иудим это те, которые благодарят, прославляют. А злое начало, оно говорит всегда ныть. И вот, когда Бог вывел еврейский народ из Египта, они все время ныли, 10 раз они выступали против Всевышнего. И Всевышний их вернул на 40 лет в пустыню на перевоспитание. И он говорит, нытье это страшная вещь. Когда человек ноет, он разрушает все, что вообще только можно разрушить. Он разрушает свое настроение, свое здоровье. Он разрушает свои отношения со Всевышним. То есть, нытье самое страшное. Что является средством от нытья, это благодарность. Благодарность это самое лучшее. Он говорит, когда мы благодарим Всевышнего, прославляем Всевышнего, то в этот момент мы с ним соединяемся, мы получаем, выплачиваем свой долг. Во-первых, раз он нам дает быть неблагодарным, это самое страшное, быть неблагодарным. И все меняется в лучшую сторону. Это первая ступень. Когда благодарить за все хорошее, что у тебя есть. И не ныть. Это первая ступень. Вторая ступень. И также вот Раиса Бат Борис, это тоже для возвышения ее души, значит, тоже посвящается. Сила идет. У нас же мы силу создаем духовную, огромную, огромнейшую силу. Значит, Раиса Бат Борис, Борух, ну Борис его звали, Борух Бен Авраам, чтобы прямо идет духовная сила, они там, может они вместе сейчас сидят, общаются в духовных мирах. Значит, смотрите, что получается. Благодарим за то, что хорошее. Это была первая часть. Вторая ступень, он говорит. А если что-то тебе не нравится, то что? Говорит, тоже надо благодарить. Почему? Потому что ты раньше не благодарил за то, что было хорошо, так Всевышний тебе прислал сейчас то, что плохо. Причем прислал не случайно, а у тебя есть какая-то проблемка. Теперь, если ты хочешь исправить свою проблему неблагодарности и ту проблему, из-за которой пришла неприятность, то благодари за неприятность, Всевышний тебе откроет за что неприятность. Это вторая ступень. Третья ступень. Он говорит, третья ступень это вера в проведение, в частное проведение, что Всевышний лично с тобой взаимодействует и дает тебе только добро. И даже если тебе кажется, что это не добро, на самом деле это добро, просто тебе нужно через благодарность понять, в чем заключается это добро и что-то в себе исправить, даже если у тебя неприятность. Это уже третья ступень, ну то есть более высокая ступень. Четвертая ступень это, значит, радость от того, тогда ты приходишь в состоянии радости и ты тогда в этой радости, то есть ты благодарен. Даже если что-то идет не так, ты все равно благодарен, ты понимаешь, что Всевышний лично с тобой общается, и ты приходишь к состоянию радости от выполнения заповедей. Это уже еще выше ступень. А сейчас он нам говорит, смотрите, значит, есть же еще выше ступень. Какая еще выше ступень духовности? Это полная вера, что нет ничего кроме Бога и все к лучшему. Это вообще высочайшая ступень. А дальше он говорит, а смотрите, и дальше он нас ведет на такие ступени, которые лично я, лично я, ну до них никогда в жизни не доходил. И они как бы, ну просто мы знаем, что есть такие люди. Как есть книга, называется книга «Путь праведных», Месилати Шарим написал эту книгу Рамхаль, Рамушаха Эмлу Цата. И там идет, значит, прежде всего идет Тора, потом идет осторожность, потом идет расторопность, потом идет отрешенность, чистота, благочестие, хасид. И в конце доходишь до пророка, то есть идут поднятия по духовным уровням. И он нам говорит, смотри, следующая ступень, это сохранять свои глаза. Он говорит, самая большая проблема, которая духовно людей рубит, но он опять же обращается к мужчинам, это стремление к разврату. То есть у женщин нет такого стремления к разврату. Психология говорит, что мужчина думает о разврате, да, о том, что вообще с этим связано, по-моему, 52 раза в час в среднем, да, а женщина раз в день, там, в лучшем случае. То есть у мужчин это просто так, так говорит и психология, и он так говорит. Поэтому для мужчин самое главное, это беречь свои глаза, не смотреть, чтобы не нарушить заповедь, не возжелай жены ближнего того, что есть у ближнего. И дальше он нам говорит, что Всевышний, он очень, значит, Всевышний, он как бы находится же с каждым из нас, то есть он находится прямо мы взаимодействуем со Всевышним. И Всевышний, значит, если он к тебе благоволит, значит, у тебя все получается, не благоволит, все будет разрушено. И кого любит Всевышний, сказал нам царь Давид, смиренного, что Бог смиренного видит, а возвысившегося издалека знает. 138-й Тейлим, и, значит, еще Бог говорит в Псалмах, что того, чего высокомерно и сердце надменно, не потерплю. Царь Соломон нам говорил, что лифтный шевергаон перед крушением Вознесения и перед кишалоном, перед спотыканием высокомерия. И, значит, он нам говорит такую вещь, что вообще человек должен от этого мира отрешиться, ничего не хотеть в этом мире нематериального. Все материальное это, он говорит, сумасшествие. Знает, что быть связанным с этим миром это безумие. То есть здесь он идет в такую очень крайнюю, как бы в крайнюю позицию праведников, экстремистов. Он, знаете, какую вещь говорит, все страдания это страдания разума, и для того, чтобы их избежать, есть, вообще, у человека в этом мире, он говорит, есть две возможности. Или вера, или безумие. То есть, еще раз скажу, это не мейнстрим, это не главная линия ортодоксального иудаизма. Это хасидское одно из направлений, которое говорит, что этот мир не важен, все не важно, важно только Всевышний и такой экстремисты. Знаете как, вот идет, например, человек, обычный человек, я вам приведу пример, он там до 25 лет у него все развивается, гормоны, он растет. Потом с 25 лет до 35 лет у него сохраняется уровень здоровья более-менее нормальный. И это называю гарантийный пробег. Как у машины, новые машины им дают гарантийный пробег на 100 тысяч километров или на 5 лет. Теперь, ну после этого все, гарантии уже нету. Начинает сыпаться кузов, детали, машина или она больше ездила, к ней плохо относились, она может раньше начать ломаться. После 35 лет человек начинает ломаться, у него начинаются уже органы по чуть-чуть, по чуть-чуть, значит, давать сбои. Теперь человек умный, рациональный, что он делает? Он начинает проходить техосмотры и начинает ухаживать за своим телом. И он начинает заниматься 30 минут в день, там, я занимаюсь 5 минут каждый час. В день получается от 30 минут до часа физическим техосмотром тела, да, какими-то упражнениями. Теперь, что получается? Но есть люди, которые говорят, секундочку, я иду в спортзал, и он идет в спортзал, начинает качаться, начинает употреблять там стероиды, есть какие-то, значит, белки там, и у него мышцы растут, все. Ему может быть и 30, и 40, и 50 лет. И в 60 лет, есть люди, которые в 80 лет занимаются культуризмом. То есть, они занимаются не спортом не для здоровья, а для результата. Вот его подход в духовности, это для результата. Он говорит, смотри, все равно этот мир материальный, ты из него уйдешь. Вообще, так что ты тратишь время? Занимайся только духовностью. А только духовностью заниматься, он, знаете, какой тут совет дает? Я это самое, удивился даже, подчеркнул, он говорит так, что вообще закрой глаза, не смотри на этот мир, просто не смотри, просто не смотри. Вот он пишет. Значит, закрой глаза, не видит. Знает, что все, быть связанным с этим миром, это безумие. Так. Ведь в этом мире все преисполнены душевных болезней, тревог, страхов, зависти, ненависти и страстей. Все эти проблемы проистекают от недостатка веры в частное предопределение. И где-то он писал здесь, что, вот он пишет, значит, то человек, который, его глаза всегда обращены ко Всевышнему, он, Всевышний всегда с ним. Поскольку связь со Всевышним прямо зависит от глаз. Открытые глаза, нет связи со Всевышним. Закрытые глаза, есть связь. И он прямо говорит, есть такие люди. Я недавно летел, летел я недавно и видел одну такую хасидскую семью. Молодые ребята, то есть буквально ему может быть лет, ну, максимум 25. И он полностью с закрытыми глазами, она его ведет, его жена. Причем они такие, я летел, по-моему, то ли из Америки я летел. По-моему, из Америки я летел. Они такие, ну, обеспеченные, она такая в бриллиантах, но полностью хасиды в парите, такая все. Он хасид-хасид в таких, в халате, и он с закрытыми глазами, она его ведет. Но мне было интересно, я за ними наблюдал, и он с закрытыми глазами, она его ведет через все вот эти вот проходы. Он такой, не смотрит, ни на что не смотрит. И он все время или молится, или поет. Такие песни напевает, и он сияет, реально как люминесцентная лампочка. То есть он не хочет видеть ничего, что не связано со Всевышним, вообще. То есть я думаю, в синагонии он глаза открывает, но вот в таких общественных местах он закрывает глаза, идет с закрытыми глазами. Внуки Баба Сали, такой был великий мудрец, каббалист, они учились с моим сыном вместе в одной ешиве. Их привозили в закрытой машине, они все время в таких капюшонах, они тоже не видят. То есть у них зато их молитва, она невероятно сильная. То есть их интеллект, он, то есть у нас все время весь мозг, он как бы пропитан вот этими раскадровками картинки, картинки, картинки. Раньше, например, про отец Яков, он где находился? Он находился один в поле, они были все пастухи. Поле или ты пастух, что ты видишь? Ты видишь только овец и творение Всевышнего мир, да? Горы, рети, красиво так. И ты все время находишься на связи со Всевышним. Ты или сидишь медитируешь, или смотришь на овцу, которая травку кушает целый день. И не только день, 365 дней в году вот так, да? Они были царь Давид пастух, Машер Абейну пастух, Авраам пастух, Ицкак пастух, Яков пастух, все пастухи. То есть, а мы сегодня кто? А мы сидим все время в информационных потоках, просто мозг, он вскипает. В общем, он говорит, что тот, кто умеет отвести свои глаза от пут этого мира, ему открывается совершенно новая близость со Всевышним. Это итог сегодняшнего урока. Значит, как, давайте вернемся, я вот по себе сейчас почувствовал, когда мы занимались практическими вещами, благодарность, благодарность, как благодарить, как молиться, то было у меня состояние, было более, как сказать, эмоциональное, было более хорошее, скажем так, чем сейчас, когда мы изучаем теоретически, как все работает. Поэтому тот, кто хочет реально получить связь с Всевышним, а не читать про связь со Всевышним, то нужно больше посвятить времени действиям. А действия это постоянная благодарность за все, что есть. Вот прям за все, что есть. С утра до ночи благодарить за все. Нет ничего, что не является подарком от Всевышнего. Все, чем мы пользуемся, современная цивилизация, свет, тепло, вода и так далее. Все хорошее, то, что вы расцениваете как хорошее, это, понятно, это подарок, за это надо благодарить. Когда есть что-то, что вам не нравится, вот тут нужно работать над своим смирением. Почему? Человек живет, или он живет в своем представлении, как должно быть, или он живет в доверии Всевышнему, понимая, что все делает Всевышний. И вот этот уровень высочайшего доверия Всевышнему, который достигается через благодарность, если я в настоящем благодарю, значит, мой мозг, он фиксирует не просто полуполные стаканы или там бочки меда. Я живу в полуполном стакане, я становлюсь бочкой меда, если я научился благодарить за все, чем пользуюсь. И в этот момент идет проекция на будущее, что все будет хорошо. Но нужно еще и какое-то понимание, а что значит хорошо. И вот Всевышний, он миром же управляет. И это очень-очень важно довериться. Довериться. Не быть этим комаром, который толкает поезд, чтобы поезд ехал быстрее. А довериться Всевышнему, понять, что вот я сегодня еду, спешу, там, у меня была в 9.20, у меня была одна очень важная встреча, там, мне казалось, что она важная. И в 9.20 была очень важная встреча, а я на нее опаздывал. Но я ехал, отвозил маму, там, взять анализ крови. И я для себя думаю, стоп, а что я себе навыдумывал, важная, неважная. Я еду, выполняю заповедь почитания родителей. Все. Теперь в 9.20 я позвонил, говорю, вы знаете, я там сейчас в дороге, ну, чуть-чуть не получилось. Значит, в 9.30, 9.35 успеем поговорить. Успеем, успеем, не успеем, не успеем. Почему? Потому что я доверяю Всевышнему. Успеем, хорошо, не успеем, тоже хорошо. Кто сказал, что если я успею и договорюсь, и там, начну этот проект, что этот проект получится. Это чистая иллюзия. Но состояние доверия Всевышнему, что в любом случае получится, хорошо, не получится, хорошо. Будет так, хорошо, и так тоже хорошо. Почему? А я доверяю Всевышнему. А почему я доверяю Всевышнему? Потому что он управляет, не я управляю. А второе, я вижу его любовь ко мне, а как я вижу его любовь ко мне? Через благодарность. Вот это по-простому вся эта схема. И, конечно, тот, кто хочет больше близости со Всевышним, у него есть куда раньше двигаться. У него есть куда дальше двигаться. Можно, я, кстати, закрыл книгу, но там он приводит одну историю про царя, одного из израильских царей, который Всевышний прямо сказал, что у него не будет детей, он был грешник. Но в момент, когда он сделал какую-то супер заповедь, преодолевая себя, устоял в каком-то испытании, то он одним поступком изменил все, свой счет на небе, у него родился ребенок и так далее. То есть, он приводит, история была, что он воздержался от отношений с женой, которые расцениваются Торой как разврат. Интересно, что Тора расценивает как разврат не только отношения с чужой женой, но и со своей женой, которая находится в состоянии запрещенном для мужа. То есть, когда у женщины есть ее там цикл вот этот, да, то она мужу запрещена. И вот тот царь, про которого он рассказывает здесь в этой книге, он был в тюрьме, ему разрешили свидание с женой. Но когда это свидание пришла жена, то она говорит, у меня начался этот цикл. И он, этот царь, он был бездетным, он понимал, что может у него не будет следующего свидания. Но он сказал, нет, я не нарушу заповедь. И этот поступок, когда он преодолел все свои расчеты, как надо сделать, и покорился воле Всевышнего, изменил его ситуацию, улучшил. Ему разрешили с ней еще раз встретиться, она после этого родила, родила праведного царя, там целая потом пошла хорошая история. То есть, давайте я сведу сейчас все к одному. Значит, интересно, что я сейчас изучаю позитивную психологию, и позитивная психология дает три различия оптимиста от пессимиста. Три различия в мышлении. Первое различие в мышлении, что оптимист, он думает, что глобально все хорошо, а любая трудность, она временная. Пессимист думает, что глобально все плохо, а любая трудность, она постоянная. То есть, если что-то сложно, он ее расширяет. Оптимист, он думает, что если человек сделал что-то плохое, то это именно частное плохое, но глобально человек хороший. Пессимист думает, что если человек сделал что-то хорошее, это случайно, глобально человек плохой. И если он сделал плохое, то он точно уже плохой, он не исправится. Это пессимист. И третье главное отличие. Оптимист, он думает, что возможны неожиданные позитивные чудеса. И он в свою модель мира, он закладывает, что может быть резкое, то что мы называем чудом, неожиданное позитивное изменение. Пессимист уверен, что могут быть только неожиданные ухудшения, но улучшений неожиданных быть не может. И вот тут, если мы все это теперь переводим на веру, верующий человек, он верит, что все от Всевышнего. Бог добро, значит глобально все добро. Если есть какая-то сложность, верующий человек верит, что эта сложность, она для него, для его добра, для его исправления, для улучшения жизни, и она временная, которая изменится в лучшую сторону, значит неверующий человек, и если он еще и пессимист, он, конечно, верит, что все будет плохо. Но самое главное, вот эта вера в чудо, которая по-настоящему религиозный верующий человек, он верит. Значит, Бог вывел евреев из Едипта, вывел. Были рабами, вышли из Едипта, вышли. Десять казней было? Было. Море раступилось? Раступилось. Значит, в пустыне 40 лет, ман выпадал каждый день? Выпадал. В Израиль зашли? Зашли. Храм построили? Построили. То есть масса чудес, которые прямо одно за другим наслаивается. Что говорит пессимист? Он говорит, правильно, ну храм же разрушили? Разрушили. Второй разрушили? Разрушили. В Израиль сразу не зашли, на 40 лет в пустыне ушли? Ушли. То есть можно быть религиозным пессимистом, можно быть нерелигиозным пессимистом, можно быть религиозным оптимистом, можно быть нерелигиозным оптимистом, тоже можно быть. Но, значит, каждый выбирает, каким ему хочется быть, и мне кажется, что, скажем так, если осознать всю глубину своего выбора мировоззрения и понять, что насколько все-таки мировоззрение – это вопрос выбора, и после этого отказаться от выбора мировоззрения, которое дает любовь Всевышнего, которое дает счастье, которое дает веру, что все будет хорошо, и которое дает потенциально вечную жизнь, отказаться от всего этого, ради чего? Ради Дарвина и обезьяны какой-то? Мне кажется, что это вообще просто, ну, такой, ну, просто нонсенс, да, такое слово, нонсенс, как это еще можно назвать? Это просто, ну, парадокс, наверное, отказаться. Хорошо, ладно, и, значит, теперь у нас коротенький урок из книги «Хэппинес» Раф Зелега Плистина. Он нам сегодня такую вещь говорит. Он говорит «free upgrades for your brain». Он говорит «бесплатные апгрейды» – это совершенствование твоего мозга. Когда ты, он говорит, когда ты upgrade your brain in any single context, когда ты апгрейдишь это, когда ты совершенствуешь свой мозг в каком-то одном аспекте и в каком-то одном контексте, да, ты получаешь бесплатный апгрейд в каждом контексте твоей жизни. Когда твой брейн, когда твой мозг позволяет тебе чувствовать себя уверенно и мощно, когда, например, ты с какой-то персоной контактируешь, то твой мозг может вот это чувство перенести на все контексты. Он говорит, смотрите, он очень такую, я думаю, что вот Раф Зелега Плистина, по тому, как я читаю его книжку, он изучал тоже психологию, изучал НЛП, мне кажется, нейроэнергетическое программирование, потому что он очень многие похожие схемы использует. Значит, что говорит нам НЛП, например, да, или же возьмем Павлов, академик Павлов, он говорит, что все, что происходит в мышлении и в теле, есть обусловленные процессы, да, то есть есть безусловные рефлекции, есть условные рефлекции. То есть в нервной системе человека формируются связи, разные связи. И вот, например, человек, он испытывает какое-то ощущение воодушевления и радости, да, вот он в какой-то момент у него прямо вау, воодушевление и радости. Он говорит, у тебя есть возможность перенести это ощущение радости на другие аспекты своей жизни. Каким образом? Человек не находится в постоянном контакте с внешней реальностью, он находится в постоянном контакте с внутренней реальностью. То есть есть у человека то, что называется долговременная память, и все, что с нами происходит, мы запоминаем, оно ложится в долговременную память, и дальше мы реагируем на внешние какие-то обстоятельства, вытаскивая из своей памяти какие-то старые схемы и алгоритмы, и паттерны влияния. Он говорит, коллекционируйте вот эти вот высокие состояния. Если ты в какой-то момент добился состояния воодушевления, добился состояния радости и так далее, культивируй его, то есть повторяй его, вспоминай о нем, запиши его, включи его. Есть, я видел одно из упражнений очень хороших, когда человек, вот, например, происходит с ним какой-то там поезд какая-то или что-то, что его воодушевило. И у него есть такая коробочка, куда он кладет, как музей, кладет разные напоминалочки об этом. И периодически брать эту коробочку, о, вот это там календарик с этого места, а это там билетик с того места, а это вот там ложечка, это чашечка, это то, это сё, это фотография. В Америке я был у нескольких там конгрессменов, сенаторов, как-то у меня было такое лет 15-20 назад, мы в одной поездке были в нескольких таких кабинетах. Я запомнил, у каждого есть такая личная стена славы, где он начинает со школы все его медали, кубки, какие-то там фотографии с известными людьми, фотографии с семьей обязательно, очень много фотографий с семьей. И вот он, когда идет к своему рабочему месту, он смотрит на все эти свои артефакты его самых воодушевляющих моментов жизни и наполняется энергией от них. Это доступно каждому из нас. И это то, что он говорит, что когда у тебя твой мозг проапгрейдился в каком-то контексте, в каком-то моменте, ты можешь это перенести на другие аспекты жизни, просто вспоминая. Вот, например, человек, он прыгнул с парашюта, и он прям вау, там прыгнул с парашюта, это для него было сильное переживание, или по углям прошел, да. Теперь у него есть эта фотография, а выступать он боится. Теперь он берет перед выступлением, смотрит на эту фотографию, вспоминает, в каком он был воодушевлении, и с этим воодушевлением он идет выступать. То есть он перенес состояние оттуда в другую сферу. Поэтому давайте подведем итог. Все культивируем, культивируем в себе через благодарность, фиксируем моменты, вспоминаем моменты самой большой благодарности, какие-то жизненные моменты, за которые вы сильно благодарны. Видите, у меня есть доллар любавческого рэба, например, вон стоит. Доллар любавческого рэба, это когда-то я его выиграл в лотерее. Вот, и есть, вот там вот висит, а не, у дочки, дочка забрала себе наверх, медаль чемпионата мира, когда в 92-м году был третий на чемпионате мира. То есть вот эти вот моменты, за них надо благодарить еще больше. То есть нужно благодарить за все, что есть сейчас, и вспоминать все те милости Всевышнего, которые давал он нам тогда, и в этом состоянии благодарности, силы, уверенности двигаться по жизни к следующим каким-то своим достижениям. Все, всем спасибо огромное, до завтра, с Божьей помощью, с Божьей помощью, с вашей помощью, мы сейчас начали очень сильно расти, мы сейчас сделали онлайн-школу «Жизнь по Торе», вот вам будет в разных уроках везде приходить анкетка, заполните, пожалуйста, анкету, мы сейчас сделаем такую систему, чтобы те, кто ходят на уроки разные, могли получить диагностику и консультацию, и мы вас, у нас есть много разных уже циклов уроков, разные чат-боты, чтобы мы вам могли объяснить, как можно заниматься не только на вот этих вот уроках таких, ну массовых, а можно идти по маршруту ежедневному, тут поучиться, там поучиться, тут бот по экклезиасту, тут бот по этому самому, по Мишле, по притчам, тут бот, сейчас у нас будет по счастью классный бот, то есть заполните анкетку, мы сейчас начинаем каждому создавать индивидуальные маршруты обучения Торе, онлайн-школа «Жизнь по Торе», что мы хотим сделать, чтобы максимальное количество людей приблизились ко Всевышнему, стали благодарными, счастливыми, веселыми, радостными и несли добро. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Спасибо вам большое.